31 марта состоялось совместное заседание Думы и Общественной палаты Угличского муниципального района. Помимо депутатов, членов палаты, представителей администрации района и общественности присутствовали представитель областного департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Лариса Выдрина и заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. Главным пунктом повестки дня стал отчет главы Угличского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности районной администрации за 2021 год. Анатолий Курицын начал доклад с финансовой темы, обозначив вопрос наличия бюджетной задолженности, образовавшейся до 2018 года. По итогам прошлого года ее удалось снизить на 40 миллионов рублей. Всего за 4 года погашено более 480 миллионов рублей. На начало 2021 года долг составил 352 миллиона, на конец года 310 миллионов, в том числе просроченная кредиторская задолженность 216 миллионов, сумма муниципального долга, подключенная к бюджетам кредита 94 миллиона, все кредиты являются бюджетными. Обслуживание муниципального долга в 2021 году составило 1,3 миллиона рублей, что на 0,4 миллиона меньше, чем в предыдущем. Бюджеты района являются социально ориентированы. 48% затрат или 957 миллионов рублей были направлены на образование, 529 миллионов на социальную защиту населения. На мероприятие жилищно-коммунального хозяйства выделено 223 миллиона. Глава района подробно отчитался о достижениях и преобразованиях в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере культуры, образования, туризма, о проведенных ремонтах дорог и реализации проектов по социальной поддержке жителей, представил информацию о результатах работы промышленности и сельского хозяйства. Выступление дополнил видеофильм, созданный в конце 2021 года. Традиционно Анатолий Курицын ответил на поступившие вопросы. Несколько направлений, которые вы хотели услышать, будут делаться, сделаны были или нет по поводу школы, школы по меморам, потом по медицине, что у вас было сделано, допустим, на прошедший год. То, что касается здравоохранения, вы прекрасно понимаете, что это полномочия в области. Но мы очень плодотворно работаем, и я думаю, что сегодня работа в целом она видна. У нас пришел исполняющий главный врач. Я вообще каждый день здесь встречаюсь, мы вместе с ней обещаем и с замом по социальным вопросам по сельским территориям. Сейчас уже привлекают врачей из других городов, где сейчас у нас Переславля приезжает семья и так далее. Ну и вообще, я сейчас разговариваю, почти каждый день бываю в больнице, но я вижу, что потихоньку при образовании они идут. Хотя я считаю, что в этом направлении, конечно, работы очень-очень много. То, что касается не Нурнской школы, но я могу сказать, что в целом совместно и с поселением, и с администрацией работа уходя на большая. Я считаю, что самое главное, что мы не отдали здание под разрушение. Это первое. Второе, что сегодня это здание, оно работает, у нас сегодня только второй этаж не задействован. Да, там течет крыша, я с вами согласен. Там отдали вам землю, но пока ничего не сделано, только просто земля пустая стоит. И все-таки, я надеюсь, на взаимное понимание на вас, на специалиста, что эта работа будет продолжена, в том числе и с молодежью. Поэтому надежда здесь тоже, в том числе и на вас. Поэтому, если что-то вы предлагаете, пожалуйста, я готов с вами встретиться. Участники заседания положительно отозвались об итогах прошедшего года, отметив продолжающееся развитие района. Своё мнение высказал и заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. Я очень давно знаю Анатолия Геннадьевича. Я сразу скажу, довольно-давно знаю. Это один из самых эффективных руководителей муниципальных районов в нашей области. Поэтому он искренне болеет за район. То, что сегодня есть полный консенсус между исполнительной властью, между властью представительной, общественной балансой, насколько я вижу здесь, в общем-то, коллеги слушали с вниманием. Это тоже, наверное, сослужда руководителя. Я считаю, что Анатолий Геннадьевич достойный руководитель. Я считаю, что он достойный положительную оценку. В свою очередь Анатолий Курицын отметил, что имеющийся результат был бы невозможен без работы и взаимодействия всей команды, от главы и правительства региона до простых жителей. Благодаря сплочённой команде глав поселений удаётся решать жизненно важные социальные задачи, актуальные для жителей города и села, входить в государственные и региональные программы, реализовывать масштабные и значимые проекты. Отчёт главы района депутаты приняли единогласно. Продолжение следует...